Так выглядит отдых мечты для многих калининградцев. Красивый пляж, прозрачная морская вода и яркое солнце. Ради такого многие готовы выложить кругленькую сумму и с радостным ожиданием готовиться к долгожданному отпуску. Но летний сезон ждут и мошенники. Проблема настолько актуальная, что предупреждение о компаниях-однодневках появилось во всех регионах страны. Как рассказывает менеджер турфирмы Мария Александрова, жертвой мошенников становятся даже бывалые путешественники. Такая проблема существует не только в Калининграде, но и по всей России, любителю легкой наживы, на которую причем попадаются даже наши постоянные туристы с многолетним опытом путешествий. Специалист советует проявлять бдительность. Например, настороженно относиться к групповым турам по 6-8 человек со скидкой, а также не вестись на так называемые путевки с открытой датой. Когда вы покупаете, допустим, на июль, на 20 июля, на 10 ночей, да, грубо говоря, а с открытой датой, это значит, что вы можете воспользоваться этой путевкой в течение полугода. В любую выбранную вами дату. Это, скорее всего, обман. Дабы не попасть на крючок, стоит обращать внимание и на цену поездки, и внимательно читать договор с фирмой. Никаких туманных формулировок там быть не должно. Также не рекомендуется полагаться на розыгрыши и лотереи. Заявленные акции могут не соответствовать действительности. Как оказалось, калининградцы уже наслышаны о мошенниках и делятся советами, на что стоит обращать внимание. Ну, смотреть на человека, который перед вами, сотрудник, наверное, этой организации, если это организация. Читать отзывы в интернете. Мне кажется, это вообще в первую очередь делается, потому что, если есть отзывы, значит, фирма хорошая. Если нет или там какие-то такие вот нехорошие отзывы, значит, лучше не обращаться туда. На рейтинг турфирмы. Ну, какой у него рейтинг вообще, что говорят о нем. Тогда уже. Либо какие-нибудь знакомые, если ездили. Либо все красиво было бы, то есть на все бы соглашались, то есть это уже было бы подозрительно. Вот. И слишком дешево, да, тоже подозрительно. Доверяться проверенным фирмам, то есть тем, которыми пользовались ваши друзья, родственники, близкие, знакомые. Если вы хотите узнать легальность компании, но у вас под рукой нет компьютера, не беда. Сделать это можно где угодно. Достаточно иметь выход в интернет. Нужно просто зайти на сайт Ростуризма и в едином реестре туроператоров найти искомую компанию. Если ее там нет, значит, она не имеет права оказывать туристические услуги. Также можно проверить реквизиты фирмы на сайте агентства и индивидуальный номер налогоплательщика. Еще следует обратить внимание и на график работы офиса компании. Это должен быть полный рабочий день и не более одного выходного в неделю. По словам специалистов, главное не спешить и принимать решение на холодную голову. Ведь иногда, увидев привлекательную путевку, человек готов забыть обо всех мерах предосторожности. Лишь бы поскорее оказаться на пляже и не потратить при этом много денег. Марк Шкода, Екатерина Кальниченко, Михаил Альбаум, Служба новостей город.